Всем привет! Сегодня я продолжаю цикл роликов искусства снайпера. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу, какие винтовки лучше выбирать для агрессивного рекона. В игре Battlefield классификация снайперских винтовок происходит по дистанции их применения. То есть дальние дистанции и средние дистанции. Это в принципе правильно, если мы говорим о снайпере в общих чертах. Но если же мы предполагаем играть снайпером агрессивным, то есть играть на средних и ближних дистанциях, то такая классификация винтовок, к сожалению, нам не подходит. Я же разделяю снайперские винтовки на два типа. Это по скорости обращения, по мобильности и, соответственно, по буллет-дропу, то есть показателю падения пули на дистанции. Итак, первый тип это мобильные снайперские винтовки. Почему я их такими называю? Во-первых, это из-за скорости передергивания затвора. То есть это винтовки, у которых этот показатель наибольший. Второе это по скорости вхождения в прицел и отсутствия задержки после того, как вы вошли в прицел или отсутствия задержки перед входом в прицел. То есть как только вы передернули затвор после предыдущего выстрела, вы сразу же можете входить в прицел и после вхождения в прицел сразу делать следующий выстрел. Вот об этой задержке я и говорю. У некоторых винтовок эта задержка присутствует из-за того, что не совпадает визуальная анимация передергивания затвора с таймингом этой анимации. И поэтому к первому типу относятся две винтовки, которые я считаю ультимативными для агрессивного снайпинга. Это КС ЛР-4, по моему мнению это самая топовая винтовка на сегодняшний день для агрессивного снайпера, и М40А5. Эти винтовки очень мобильные и обладают быстрой перезарядкой, хотя когда вы играете за снайпера, до перезарядки скорее всего вы не доживете. Ну и также КС ЛР-4 обладает самым быстрым квикскопом из всех винтовок. М40А5 имеет же практически самую высокую скорострельность в классе, и поэтому, как следствие, имеет самую быструю скорость передергивания затвора. Отсутствие задержек при входе в прицел и после того, как вы прицеливались, говорит вам о том, что вы очень быстро можете делать квикскопы, но все же по этому показателю эта винтовка уступает КС ЛР-4. Если подводить промежуточный итог, то КС рассчитана преимущественно на квикскопы, то есть один шот, один труп. А М40А5 рассчитана больше на спаминг, то есть вы имеете очень высокую скорострельность и можете спамить и снайперские винтовки на тот случай, если противник имеет перк бронежилет. В случае с КС вам тут же нужно доставать пистолет. Для того, чтобы сразу отработать возражения, которые, возможно, будут писать в комментарии о том, почему я не добавил в эту группу такие винтовки, как КС-5 и СВ-98. Ведь эти винтовки тоже хороши для игры за агрессивного рекона, потому что имеют очень высокую точность при стрельбе от бедра. Итак, по порядку. Мы, играя за агрессивного снайпера, никогда не стреляем от бедра. Почему? Потому что это рандом, это стрельба на удачу. Нам важно стрелять так, как мы хотим и контролировать ситуацию. Поэтому, если вы играете за агрессивного рекона, использовать ноу-скоп в Battlefield 4 или в Battlefield 1 не стоит. Это первый показатель, почему эти снайперские винтовки я отметаю и не добавляю в эту группу. Второй показатель. Они имеют задержку при прицеливании. Что это значит? А это значит, что визуальная анимация передергивания затвора не совпадает с ее таймингом. То есть, после того, как ваш персонаж на картинке уже передернул затвор и готов стрелять, у вас этого сделать не получается, потому что для игры эта анимация еще не закончилась. И у вас происходит небольшая задержка после передергивания затвора. И вам кажется, что ваша винтовка залипла и вы начинаете кликать несколько раз. Тем самым, вы не попадаете по цели и теряете в точности. Да, к этому можно привыкнуть, можно высчитывать эту задержку, поиграв, например, без прямого затвора некоторое время. Но все-таки нам нужны ультимативные винтовки, которые не будут вызывать у нас дискомфорта. КС ЛР-4 и М40А5 это самые интуитивно понятные винтовки для агрессивного снайпинга из класса мобильных. Следующий класс, который я сказал, это не мобильные винтовки, которые я классифицирую по буллет-дропу. То есть винтовки с наименьшим буллет-дропом или, говоря простым языком, те, которые стреляют в точку на средних и близких дистанциях. Здесь же фаворитом у нас является SRR-61. Да, это очень странно, для некоторых покажется, почему я выбрал именно эту винтовку, но тут опять все просто. Во-первых, у этой винтовки самый низкий буллет-дроп. Не путать со скоростью полета пули. Скорость полета пули и буллет-дроп это совершенно разные вещи. Буллет-дроп зависит от массы пули, то есть после того, как вы выпустили пулю, если она тяжелая, она падает гораздо быстрее. И независимо, с какой скоростью она летит. Да, она может быть достигает цели чуть медленнее, но она летит именно туда, куда вы ее послали. У этой винтовки абсолютно отсутствует задержка при прицеливании и после прицеливания. То есть вся визуальная анимация совпадает с таймингами и в этом плане никаких проблем нет. Единственное, что вам стоит учитывать при использовании этой винтовки, это квикскопы. Если вы их делаете на средних дистанциях, то нужно брать небольшое упреждение, потому что у пули все-таки не такая высокая скорость полета, как, например, у CSLR-4 или М40-5. Но зато вам не нужно брать, например, горизонтального упреждения никакого, потому что пуля практически до 200 метров не падает. Стоит стрелять в ноль. Опять же, отработаю возражения тех, кто скажет, почему я не добавил М98 Браво или Л96 в нынешней версии Л115 из Battlefield 4 в этот топ. Причины тут примерно такие же, как и в первой группе. Самая основная причина – это задержка. У этих винтовок не совпадает визуальная анимация со временем анимации. То есть после того, как вы передернули затвор, особенно это наблюдается у М98 Браво, очень большая задержка перед выстрелом, хотя, казалось бы, ваш персонаж уже передернул затвор. Да, к этому можно привыкнуть, я еще раз повторюсь, но мы воспринимаем информацию с монитора глазами. И поэтому мы видим то, что персонаж передернул затвор и думаем, что мы уже готовы стрелять, а на самом деле это не так. Во-вторых, это высокий дроп у этих винтовок. У М98 и Уль-96 очень высокая скорость полета пули, но пуля очень быстро начинает падать. Вам не нужно брать упреждение по скорости, то есть когда персонаж бежит влево или вправо, но вам нужно брать упреждение по высоте. И это очень напрягает, когда вы играете за агрессивного рекона, потому что фликшотом боковое упреждение вы можете еще сделать, то горизонтальное фликшотом очень сложно отследить. Но еще есть такой эстетический недостаток, который присутствует у М98 Браво. Это то, что она загораживает половину экрана. И, например, если персонаж к вам заходит с правой стороны, вам бывает его очень сложно обнаружить. Но это все-таки на любителя. Кто-то скажет, а почему там же в этих винтовках Магнум Патрон? Они должны с большей вероятностью ваншотить? Нет. Вы играете в Battlefield 4, здесь есть перк бронежилет, и вне зависимости от того, какая у вас снайперская винтовка, в тело вы не заваншотите даже с Магнум Патроном. Это раз. А во-вторых, Патрон большего калибра у СРР-661 разрушает препятствия, такие как небольшие бетонные стенки, деревянные стенки или парапеты на кровавой заре. Этого вы сделать с М98 Браво или М96, к сожалению, не сможете. Подводя промежуточный итог, получается так, что использование винтовки СРР очень удобно для тех, кто не хочет брать горизонтальное упреждение и для такого размеренного снайпинга, когда вы в основном работаете на средних дистанциях. Если же вы подобрались к противнику впритык, то да, вы сможете сделать квикскоп без какого-либо упреждения, но все-таки шансов выжить у вас будет гораздо меньше, чем с первой группой винтовок. Если же вы обезбашенный агрессивный снайпер, который залетает на точку, разбрасывает кругом датчики движения, ставит маяки в тылу и хочет рашить и еще раз рашить, то для вас оптимальным вариантом будут это КС ЛР-4 или М40 А5. Тут, конечно, по вкусу. Я, если честно, предпочитаю КС ЛР-4, хотя, по факту, но играл больше СМ-40 А5. В этом ролике я вам рассказал о выборе снайперской винтовки, если вы вдруг надумали играть агрессивным снайпером в игре Battlefield 4. Позже я вам расскажу об этих же самых выборах в игре Battlefield 3, об обвесах, которые нужно ставить на снайперскую винтовку, о пистолетах, о перках, о гаджетах и о многом чем еще. Ну а на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, вы обязательно ставьте ему лайк, рассказывайте, пожалуйста, о нем друзьям. Если оно вам не понравилось, можете спокойно влепить ему дизлайк. Если у вас есть какие-то возражения, обязательно пишите о них в комментариях. Я либо отвечу там, либо отвечу в каком-нибудь вам из видосов. Ну а если вы хотите, чтобы обучающие ролики такого типа выходили как можно чаще, то обязательно поддержите канал. Ссылка на донат находится в описании. Ваше сообщение отобразится на пятничном стриме, вне зависимости от того, отправили вы свое сообщение во время стрима или нет. Огромное вам всем спасибо, увидимся в новых видео в группе ВКонтакте, на стримах или где-нибудь еще. Хорошего вам всем дня, до скорой встречи и пока!